АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, дорогие друзья! И вновь в эфире программы. Сегодня у меня программа «Вкусный и здоровый пища». Снимаем нашу программу в салоне кухонной мебели «Альфа» при поддержке наших замечательных друзей компании «Байсад» «Парохландский хлебозавод». И в гостях у меня сегодня замечательная женщина, руководитель общества книголюбов КБР Наталья Шинкарёв. Встречаем! Наталья, здравствуйте! Очень приятно, что вы пришли к данным программам. Знаю вашу любовь к вашей работе, отношению к людям, к детям. Поэтому разговор будет у нас сегодня с вами обширный, интересный, потому что тема книголюбов, книгочтения, так скажем, в России очень сейчас в таком остром ключе она рассматривается. Потому как Россия, насколько мне известно, потеряла все-таки первенство в мире по читающим людям. Правильно? Ну, это так оно есть, и об этом мы тоже поговорим. О, что мы будем готовить сегодня? Мы будем готовить рыбный суп из семги. Земноморский мы сделаем рыбные котлетки. Белиба – это диетическое блюдо, треска с творогом. И сделаем рыбный пирог. Так, ну вот, смотри, девчонки наши приготовили. Что у нас здесь? Так, это стейки семги. Стейки семги. Не обязательно могут быть стейки, может быть и полный такой кусочек. Мы их сейчас разделаем, отделим быстренько вот эту костную часть. Из нее сделаем бульончик. А эта основная часть будет у нас для супчика. Мы с ней будем работать. То есть, семга нам нужна для супа, понятно, да? Да, для супа. Так, кто еще? Значит, треска – это у нас будет котлетки Белиба будут. Сюда еще нужен творог нам. Так, найдем. И вот это. А это вот тилапия – это для пирога. Я считаю, что единственное, куда можно использовать эту рыбу безвредно и с пользой, это чтобы сделать из нее рыбный пирог. Потому что при жарке она, как правило, разваливается. Ну, в общем, да, это… А сочетание со слоеным тестом – это просто замечательно. Замечательно. Начинаем? Начинаем. Начинаем. Ну, с чего начнем? Давайте я… Давайте начнем, наверное, раскатаем слоеное тесто. Вот такие ножки замечательные, посмотрите. Это изготовитель компании «Ликанзо», да. Это кованая сталь. В мужской руке очень красиво смотрится. Очень, очень, очень все это удобно. И эти ножи, кстати, можно купить в салоне «Кухни Мебель Альфа» без проблем совершенно. Здесь целый вариант можете подобрать на любой вкус и на любой пушелек. Так, ну что, тесто? Тесто. Значит, тесто, я смотрю, приготовили… Слоеное. Тесто звездное. Ну, другого теста нет, не бывает, конечно. Ну, просто не бывает, да. Так, значит, мы доставим тесто. Мука нам нужна, правильно? Да, мука. Нам нужна мука для основы. Наталья, ну, вы пока доставите тесто. Да. И мой вопрос такой традиционный, собственно, да. Вы живете в Нальчике. Я родилась в Нальчике и закончила школу, университет. И, в общем, я нальчанка до мозга костей. Ну, родились я. Я родилась в Нальчике. Да, и я как раз из тех, кто где родился, там и пригодился. Понятно. Так, ну, давай возьмем муку, бойсатку. Да. Такую замечательную. А вот это вот надо порезать и замариновать приправками пока. Вот так? Да. Вот так вот сделаю. Так, я займусь чем? Давайте мне задание. Давайте вы порежете на кусочки вот эту тилапию. Так. И с приправками оставим ее на короткое время, для того, чтобы потом она служила начинкой. Наташ, ну, что хочу спросить. Дело в том, что не скажу я, что профессия достаточно распространенная ваша. Да, я вообще эксклюзивная девушка. Да, да. Потому что вот все-таки мне интересно. Вот мнение ваше, мнение ваше, как специалиста, который занимается книгами, который занимается продвижением книг, который занимается тем, что учит детей читать и поддерживает этот интерес. То есть, скажите, на данный момент, вот это то, с чего я начал программу, то, что Россия все-таки потеряла первенство в мире по читающим людям. Это правда, на ваш взгляд? Вы знаете, я вам скажу такую вещь, для многих она не секрет, для книжников. Вот тот миф о том, что Россия, вернее, Советский Союз был самой читающей страной в мире, из чего он складывался? Из тиражей издаваемых книг. Из дефицита. Нет, вот понимаете как, если материалы съезда в партии и правительство издавались, миллионными тиражами, ну вот, понимаете, поэтому и считайте. А если ребенку хотелось начать свое знакомство, экскурсию в литературу с трех мушкетерок, то родители не могли найти им эту книгу, да? Вот, то есть, это было несоответствие. А сейчас издается только та литература, которая читается, которая востребована. Ну, не всегда она хорошего качества и не тех авторов, но все равно это уже другой вопрос. Вот, поэтому, если в процентном отношении читающие, как какая-то часть не читала в советское время, то и сейчас та же часть не читает. А читающие примерно в процентном отношении как были, так и есть. Это мое наблюдение. Вы думаете, что ничего не изменилось? Нет, изменилось, конечно. Мы в 90-е лихие-то потеряли читателей. Мы потеряли то поколение людей, которые сейчас стали родителями, которые выросли в нечитающей среде и которые сейчас не имеют понятия даже о том, что нужно ребенка воспитывать. Вот сейчас у нас, я всегда говорю, что да, вот это и вот розовый перчик. Я всегда говорю, что вот бабушки, если сейчас к нам не придут и не помогут нам воспитать это из внуков наших потенциальных читателей и книголюбов, то у нас все потеряно. Потому что те детки, которые выросли сейчас в молодых родителей, они выросли в той среде, когда их родители за хлеб насущный боролись, а не за духовную пищу. Поэтому у нас... Ну, я здесь могу, может, даже много не согласиться. Нет, не все. Не все, нет. Друзья, ну а сегодня я хочу вам представить еще одну кухню под названием Коза Ностра, которая выполнена из массива дуба темного цвета. Очень элегантная, стильная и в то же время строгая. Что можно сказать об этой кухне? Весь фасад сделан, повторю, из массива дуба темного цвета. Вот такие эффектные дверки с осекляным витражом. Опять витраж вы можете выбрать на свое усмотрение. Столешница выполнена из ДСП с влагостойким покрытием и пластиком. Также возможность оснастить строю бытовую технику. В данном случае здесь варочная панель, духовой шкаф. Есть возможность строить даже и холодильник, и другую бытовую технику. Все шкафы оснащены доводчиками специальными. Обратите внимание, очень мягкое закрывание. Опять же повторяю, что цвета кухни, ее конфигурация, стиль кухни и отделка. Все по вашему усмотрению. Кухня группа Альфа. Работаем с деревом красиво. Так, вот так вот раскатываете, да? Да, мы раскатали. Значит, какая должна быть для лучшего теста? Вы знаете, это не имеет никакого значения. Все на вкус. Просто это вот по размеру противня. Если рыбы мало, у нас, конечно, ее не особо получилось, можно один пласт. Так, вот такой противень устроит. Да, отлично. Так, чем смазываем? Давайте оливковым или растительным маслом немножечко, потому что у него специальная обработка, это не страшно. Может быть, немножко поменьше, но ничего. Поменьше? Масло? Да. Ну ничего, мы сейчас... Оливковым маслом продукты не спортишь. Маленькие дети, которые к вам приходят, да, с которыми занимаетесь, а у них сейчас вот сложно перебороть интерес к электронному, виду книг, например, такому, как интернет всем известному, да? Ведь сейчас что, не ребенок, а с мобильником или с планшетником? Вы знаете... Как ребенку объяснить, когда он сейчас маленький? Я почему это говорю, родители сейчас смотрят и скажут, потому что сейчас очень модно, планшетники, все сейчас планшетник, вплоть до его расписания. Как трудно ли сейчас ребенка вот подвинуть к себе, оторвать его от планшетника книги, которые вкусно пахнут, которые реально открываешь, она вот пахнет, вот вкусно пахнет. Мне нравится, как вы говорите, вы знаете, ну вот тот возрастной сегмент, который вы берете, это как раз еще тот благодарный ребенок, который слушает родителей, которого интересуют яркие картинки. Я просто хочу сказать, что если ребенку в этом возрасте показать книжку или почитать с ним вместе, да, вот у нас была «Почитай мне» такая акция, то он, как наша молодежь, да, говорит, ведется и слушает это. А вот уже ребенок, который среднее звено школьное, тут уже как раз он вовлечен во все эти гаджеты, он вовлечен, помимо того, что он вовлечен в это во все, яйцо нужно мне разболтать, еще нужно учитывать и то, что большая нагрузка школьная. Увлечь ребенка чтением, когда у него подготовка к ЕГЭ, когда у него пробное ЕГЭ, когда у него масса репетиторов начинается уже с седьмого класса, вот, тут это тоже очень сложно. И сказать, что ребенок не читает или вот подростки не читают, потому что им все равно, нет. Но самый тяжелый возраст, с которым мы вот как раз и работаем, самый тяжелый возраст, это вот у нас даже все конкурсы во всех проектах, начинаются с 12 лет и до 21, вот, это очень тяжелые люди, которые занимаются, либо они ушли уже в интернет совсем, в сети сидят, либо им просто так понятие неинтересно. Да вот как вы считаете, сейчас обилие, обилие доступность вот интернет-ресурсов, когда есть, например, вот это было очень и очень и очень давно, когда мне очень хотелось почитать Майсен Моргай, то мне было взять негде. Сейчас ты можешь просто нажать две кнопки в поисковой системе, в любой. Лишь бы где читали, какая разница, как читать, лишь бы читали. Вот это, вот это хотел услышать. Так, ну что, готов наш пирог, выглядит он именно вот так, правильно? Да. То есть он поднимется, он такой в такой произвольной форме. Вы увидите, он красивый. Отправляем все это дело на сколько минут? Мы посмотрим, там минут на 20 отправим, а там уже посмотрим. Хорошо. Так, ну что, осталось нам теперь только бульон для вот этого блюда, правильно? Бульон для супа и фаршик для котлетов. Ну, прежде чем, Наталья, прежде чем мы начнем с вами готовить, хочу обратить внимание ваше лично, и те, кто здесь, и те, кто нас смотрит, что пользуясь газом и даже такими замечательными комфортами, как здесь, плитами, да, требует особого внимания, правильно? Потому что газ это очень опасно. Да, спасибо. Занимается нашим плитным обслуживанием, как раз именно Газпром газораспределение Нальчик. Чем они занимаются? Они ходят, постоянно проверяют газовые колонки, в том числе и горелки, не только у нас на программе, но и по квартирам, которые у них зарегистрированы. Друзья, и вы должны знать, что у нас в четыре года нужно обязательно подавать заявление в эту организацию для контроля ваших газовых приборов, позаботьтесь о вас, о ваших близких, о соседях и вообще о тех, кого вы знаете, потому что газ это очень опасно. И в случае какой-либо опасности запаха газа, куда звоним? Ноль четыре. Так, ну что, вот такую взяли сатерика, я также хочу обратить внимание, вода у нас уже горячая, такая замечательная кастрюля компании Yamatero, которая не только выглядит совершенно замечательно, она еще и уникальными свойствами обладает. Во-первых, у него 16-слойное, вот здесь обратите внимание, дно, которое позволяет нам разогревать продукт, выключать, например, газовую горелку, экономить газ, тепло поднимается по стенкам кастрюли и с помощью уникальной крышки, которая не пропускает капли, доготавливает продукт до нужной его кондиции, даже уходя из дома. Надо бежать на работу, выключил, тепло осталось и продолжает готовиться. Тоже можно купить здесь у нас в салоне кухонной мебели Альфа. Ну что, вернемся к нашим друзьям, к нашей рыбе, да? Да, к нашей рыбе, значит, вот здесь у нас стейки семги, нужно сейчас вашим модным ножом очень так вот аккуратненько... Значит, я разделываю, убираю кости, оставляю для бульона и убираю вот эту шкурочку, правильно? Да, шкурочку мы выбрасываем. Хорошо. Наташа, и такой вопрос. Раз уж мы пока поговорили о книгах, поговорили о том, о сем, вот у вас дети, правильно? В основном дети. Ну, молодежь, да, подростки, да. Вы как вообще уделяете, какую часть своих знаний и каков ваш план, какая программа у вас, чтобы этими детьми заниматься и прививать им то, что вы считаете нужным? Вы знаете, для того, чтобы ребенок читал, рассказать ему про книжку это очень мало. Надо какой-то нетрадиционный подход к этому делу и возбудить интерес к чтению книги и чтобы ни в коем случае не было назидания. Например? Вот ты должен, ты вот это, ты вот то. Ну, например. Например, мы проводим ежегодно три конкурса. Это конкурс Экслибриса, это книжный знак, конкурс миниатюрной книги. Это вот то, что у вас? Это детки делают, вот это наш проект, который вот мы завершили. Вот детки делают замечательные книги. Вот в этом году юбилейные даты были. Это 245 лет баснописту Крылова. И в основном взяли, значит, эти произведения. Дети не только сделали замечательные книги, они еще перевели на родной язык. На кабардинский и балкарский язык были переведены басни. Потом у нас был стихотворный конкурс. Я гражданин России, это 20 лет Конституции в этом году Российской Федерации. Вот к этому было посвящено. А, да, все отлично, мы ее потом выбросим. Вот, можете просто наполовину и все. Ну, он так будет просто быстрее сготовлено. Да. Вот. А «Экслибрис» тоже посвящен был 200-летию Лермонтова. Это Лермонтовяна в «Экслибрисе». Замечательные сюжеты дети выбрали, замечательные рисунки дали вот в этих «Экслибрисах». И у нас мы даже вынуждены были номинации придумывать, потому что было настолько много красивых «Экслибрисов». Но рисуют дети. Дети, конечно, дети. Ну вот у нас в этом году рвались в бой маленькие детки, и мы омолодили, так скажем, их начали с 10 лет и закончили с 16 годами. Я очень приветствую, когда работают у нас в конкурсах, участвуют молодые люди. Чем интересны наши проекты, наши конкурсы? Ни одно министерство не спускает никаких директив по участию и по количеству. То есть у нас вот добровольно все участвуют в мероприятиях. То есть нет такого, что все маршали… Нет, так, все быстро построились и пошли сдавать работы. Вот вы там тот район тот, а должен тот район тот, а нет, у нас все на добровольном начале. Перед программой спросил Наталью, ну, какие-то увлечения, может быть, да, о чем мы можем поговорить. Какое увлечение, сказала Наталья. Это увлечает мэр работы, друзья. Напоминаю, что смотрите в программе. Сегодня меню, программа вкусной, здоровой пищи. Угосяк, совершенно замечательный специалист, а человекная женщина Наталья Шинкарева, давайте приветствуем. Так, Наташ, ну, смотрите, все кипит, бульон совершенно замечательный. Дальше масло сливочное. Основа супчика, она все-таки, несмотря на то, что это семга, все равно основа супчика должна быть на сливочном масле. Нашли, нашли. Значит, вот это вот основа нашего рыбного супчика, сюда нам нужен еще с соломкой лук. Сделаем так, что там, я слышал, надо еще оливки и лимончик. Оливки и лимон. Так, и каперсы доставайте. Наталья, ну, смотри, вот тут девчонки здесь, я начинаю, это совершенно, давайте сейчас о них поговорим. Я понимаю, что они прямо так живо реагируют, принимают участие, поддерживают. Коллеги, о коллегах, работа же не только из того, чтобы подписывать документы. Так как у нас общественная организация, у нас нет штатных работников, мы все работаем на своих порывах душевных, вот, и та часть, которая касается зарплаты, нас никто не финансирует. Значит, я сейчас вижу трех заслуженных, бессеребренницы Российской Федерации, да? Да, да, совершенно верно, да. Это вот замечательные наши единокровные сестры. Вот я всегда говорю, уважаемые коллеги, мы с вами родственники по крови, просто по-другому никак не скажешь. У каждого своя работа, у каждого своя жизнь, вот, но вот, например, если к Татьяне Трофимовне обратиться, она спать ночью не будет, не будет думать о моих проблемах, как бы мне с моими детками решить то-то и то-то. Я уже боюсь ей что-то говорить, потому что она сразу все это принимает как руководство к действию, и мне потом стыдно, что я ее нагружаю. Ну, по-другому нельзя, ну, понимаете, как вот наш Владимир Владимирович Путин сказал, общественная организация, не просите денег, привлекайте волонтеров. В общем, мы так и стараемся. Так, это сейчас достаточно, Наташа? Отлично, вот это вот сюда, вот, а вторая часть, это будет уже в тот супчик готовый. Так же колечками, правильно? Да, можно даже и уже и как бы не мельчить. Ну, всю жизнь прожить в Нальчике. Вы знаете, так всю жизнь прожить, да. И что можно сказать про город? Ну, это я свой люблю, люблю парк, я когда выхожу утром вот на прогулку, я иду к речке, и вот, ну, это такая прелесть, это, ну, это просто вот усла до жизни, понимаете? Да вот какая основа получилась, замечательно, красивая, прям среднеземноморская. Да, мы старались. Это такая кухня с чем-то получается. Теперь вот эта вот кастрюлька. Так, ну вот кастрюльчика, да, здесь уже у нас вода. Это просто немножечко воды. Да, мы сюда процедим супчик-нож, а бульон. Так, сделаем. Аккуратненько. Так, замечательно. Отсюда мы заберем... Секунду, пожалуйста. Значит, вот это вот котлетки рыбные, мы сделали трески фарш, добавили туда яйцо, сейчас мы должны добавить, вот тут царская приправка у меня есть такая замечательная для рыбы, надо обязательно посолить все. Так, откуда? Вот так, в таких минимальных количествах, только очень дорогая приправа. Да, знаете, как в древние времена, в которых мы с вами не жили, да? Ну, кто знает, может, и жили. Ну да, только не в нашей жизни, мы расплачивались этой приправкой, она была разменной дорогой монеткой, да, и вот я тут привезла немножко с Израиля так себе приправочек, и я их пользую, вот, с большим удовольствием. А соль можно? Соль, да, конечно, уже бери какую-нибудь. Я так хочу в Израиль. А где ты в Израиль, да? Вот средиземноморский, мой соль, кстати говоря. Я что, я что обратил внимание, мы ехали с Бершевы, это в пустыне Негев, ехали в Тель-Авив с целью добраться потом до Нитании. Я когда шел, это был шаббат, это был вечер пятницы, начало шаббата, и ехали израильские военнослужащие, молодые девушки и парни, ехали они, ну, до зубов это понятно, это очень красиво, надо сказать. Вот, и что я обратил внимание, что половина из них была с гаджетами, известной все марки, вот, а половина сидела с книжками. По поводу того, что как читает молодежь, вы знаете, читает так же, как у нас. Так же, да? Да, читает так же. Это вам вот повезло, вы это консультировали, это увидели. Просто, да, просто мне, вероятно, очень повезло, ну, как, мне повезло, если это был обычный рейс из Красного моря, наверное, может, из-за Шкелона, откуда-то был там рейс, откуда. Мне повезло, когда, вероятно, там все читали, наверное. Просто мне очень удивительно, что наши солдаты, едущие, например, в каком-нибудь грузовике, сидят и читают даже ту же самую Рубину или какого-то. Я вам хочу посоветовать, на моем горьком опыте, я купила там книгу, вот, и меня задержали на таможне и трясли, как грушу, и все, каждую тряпочку. А потом выяснилось, потом, когда уже все прошло, я спросила, почему? Они просветили вот эта книга, которая лежала у меня, лучше бы я ее подмышкой занесла. Это книга, которая лежала в чемодане, их насторожила, то есть книги оттуда не везут. Как хорошо вылетела сумочка вот так, из-подачки, в сторону, да? Да, да. Моя сумка вылетела тоже. Но у меня там, правда, был мешочек с этого, с Красного моря. Нет? Ой, с Мертвого, с Мертвого. С Мертвого моря, пожалуйста. Когда мне сказали, что у вас там лежит? Откройте, пожалуйста. Откройте. Во-первых, почему случилась фамилия Бахарев? Они подумали, что ты американец. Фамилия, конечно, огромное спасибо, но это не так. А что у вас там лежит? Я говорю, там соль. А с Мертвого моря? Да. А, ну тогда, наверное, открывайте. Зачем нужно выбраться с моей ступкой? Ну, так это спрашивали. А у меня вот просто молча, и мы просидели столько времени в очереди с дочерью. Она говорит, мама. Ну что, ладно, книжку не забрали. А что за увлечение с ступками? А ступками, вы знаете, ну, когда-то я увидела очень красивую ступку из зеленого камня. Мне потом сказали, что это тривиально гранит, но очень была красивая и большая. И мне ее родственники подарили. Так, вот что у нас получается с нашим пирогом. Это получается, но немножко еще, да, потому что... Нет, мы сейчас его будем переворачивать, мы же должны за ним ухаживать, правильно? Да, рыба требует полной готовки. Так что мы не забыли о том, что, друзья, мы еще пирог делаем. Диетические котлетки Белиба, они входят в любой диетический стол. Это вот творог, приправа и фарш трески. Ну, я так понимаю, что фарш можно заменить и судаком. Это совсем не то будет. С творогом вот это будет... Так, именно, то есть мы сейчас уточняем этот рецепт, потому что у нас сейчас смотрится... Это рецепт, это именно фарш трески и творог, желательно пожирнее. Вот, если вы берете уже другой фарш, другую рыбку, то это тогда булочка моченая, белая булка моченая в молоке, и, пожалуйста, это вам будет рыбная котлетка. Друзья, будьте внимательны. Ну что, друзья, я напоминаю, что вы смотрите программу «Сегодня меню», программа «Вкусный и здоровый пища». В гостях у меня Наталья Шинкарева, руководитель общества книголюбов Кабардино-Балкарской республики. Готовимся замечательно. Мы такую еврейско-итальянскую кухню. В еврейско-итальянскую кухню, но разговор у нас, если кто внимательно смотрит, понял, о чем разговор, говорим о том, что сейчас читающая молодежь у нас не поубавилась. Правильно, книги по-прежнему сдаются, даже больше в количестве, больше в тиражах. Нет, тиражей много. Другое дело, что все детские книги, к сожалению, в большинстве издаются в Китае, там и хорошая полиграфия, и по насыщенности цветов, и по интересу, поскольку я знаю. Да, и очень хотелось бы, чтобы у нас в стране тоже нашлись люди, которые могли бы вкладывать так много денег, для того, чтобы наши российские книги появлялись. Ну что, дорогая, вот что у нас с тобой сейчас получилось. Сотлетки хотел бы перевернуть презентабельность. Презентабельность. Презентабельность, мы сейчас перевернем, при том, когда будем с тобой их сервировать, потому что спереди с тобой немаловажная задача в нашей программе, еще и показать нашим зрителям, что у нас сегодня получилось. Так что сейчас мы выступаем с тобой к сервировке. Хорошо? Да. Все. СТОРА Ну что, пробуем? Пробуем. Ну, какой застой без хлеба? Обязательно. Поэтому наши друзья, прохранительный хлеб завод, выпустили новую модную линейку хлеба. Всевозможного. Их там 12 или больше номинований. Что меня заинтересовало? Хлеб кавказский с кунжутом. Вот такой. Хлеб дар осени. Вот такой. Хлеб к обеду. Все это теперь выполнено в таких порционных изданиях, в лимитированных, так скажем. Да, очень красиво, очень удобно покупать. И я уверен, что хлеб очень вкусный. Ну, какой возьмем хлеб? Весь хлеб для дам, так как он с кунжутом. Кунжут и весь низкокалорийный? Возьмем вот этот. Вот этот возьмем. Хлеб к обеду. Замечательно. Иначе, какой застой без хлеба, правильно? Да. Так, ну что, давайте нашим зрителям, Наталье, скажем, что мы сегодня готовили. Пока я сейчас занимаюсь хлебом, расскажите, что мы сегодня приготовили. Значит, мы приготовили средиземноморский рыбный суп на основе семги, оливков, каперсов. Рыбные котлетки Белибо, это треска и жирный творог. И рыбный пирог, слоеное тесто и рыба-тилапия. И всевозможные приправы для рыбы. И красивый хлеб. И вкусный, и полезный. От проходца хлеб завода. Ну что, пробуем? Пробуем. Ну ладно, все. Программа «Вкусный» зовут пищу. Все очень полезно. Не сестись, пробуем. Пробуем. Ну что, молчите? Давайте хоть на вкус. Он успел остыть, но и было вкусно. Кисеньки получился, прикольный. Так, ну котлеты для талии это называется. Я их назову так. Котлеты для талии. Может быть соли мало? Мне нравится. Я старалась. Очень нежные, нежные. Ну и по кусочку пирога. Да, надо попробовать, что такое котлеты. Для того, чтобы порадоваться или повиниться. Нет, 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 нет. Аббара пересадим. И как пирог? Угу. Вкусный. Такая прям слойочка. Вкусно, правда? Ну что, Наташ, я вас хочу поблагодарить за то, что нашли время прийти на программу. Приложить умения, знания, желания здесь готовить, потому что нас моют очень много людей. Чтобы люди знали, что вы не только любите книги, не только хотите, чтобы читали люди, но и еще умеете друзей вкусно кормить. Правильно? Друзья, в гостях у меня сегодня Наталья Шинкарега, руководитель общества Книгарюв КБР. Давайте ее еще раз приветствуем. Наташ, ну и по нашей доброй традиции ни один гость из нашей программы без подарков, конечно, не уходит. Поэтому наш замечательный друг, компания Байсад, которая, собственно, все эти годы помогает нам снимать эту программу, вот такие продукты нам поставляет, соответственно, не обижает не только нас, но и наших замечательных гостей. И вот эта вот линейка продуктов в подарок. Замечательно, спасибо. Опять, на память о нашей программе, чтобы уже было понятно, где вы были, вот такой наш замечательный фирменный фартук от кухонной студии Альфа. Отдельное спасибо. Ну и теперь нужно приготовить монетку. Там она либо в кустах завалялась, где-то там монеточку мне нужна. Поэтому наши друзья, компания Микадзе, которая изготавливает совершенно изумительные ножи, которые мы сегодня пользовались, в подарок вот такой ножичек. Тебе тоже, вам тоже прислали. Вот такое замечательное изделие. Можно даже сказать, как изделие такое, как уникальное, как искусство. Да, вот это в подарок будет вам на радость, на счастье. И готовьте всегда, используя вот такие вот замечательные ножи. Спасибо большое. Ну и, соответственно, какое застолье без хлеба, правильно? Конечно. Мы еще не искали. Поэтому Параханский хлебозавод, который изготавливает огромное количество, хлебобулочных изделий, которые сейчас, в данный момент, выпускают еще целую линейку новых хлебобулочных изделий, о которых мы говорим. Вот такую хлебную корзиночку тебе в подарочек вам. Обалдеть. И вам, и друзьям хватит здесь. Как бы хлеб всему голову, правильно? Конечно. Ну и пару слов сюда вот нашим зрителям. Я хотела поблагодарить организаторов этого шоу. Действительно замечательная программа и замечательное место и случай для того, чтобы не только рассказать о том месте, где ты работаешь и чем ты занимаешься, но и просто вот это вот приятное общение, оно действительно дорогого стоит. Спасибо. Огромное спасибо. Приветствую. Ну что, дорогие друзья, я напоминаю вам, что вы смотрели программу сегодня «Меню». Программа «Вкусный и здоровый пищи». Смотрите нас на том же самом канале в то же самое время еще. Если в нашей программе сегодня до конца досмотрели, это значит, что у вас изумительный вкус. Будьте здоровы. Увидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ Партнеры проекта. Компания «Байсак». Кухонная студия «Альфа». Прохладненский хлебозавод. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ